Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC. Меня зовут Елена Косолапова. Приветствую вас в новом телевизионном сезоне. В этом выпуске поговорим о масштабном расширении организации БРИКС и о том, что присоединение к этой организации даст новым членам объединения. В гостях у нас в студии сегодня Турал Гаджиев, экономист, партнер компании «Делойт». А по видеосвязи из Турции к нам присоединяется Орхан Гафарлы, доктор политических наук университета Анкары. Уважаемые эксперты, приветствую вас. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Турал Малим, хочу сначала обратиться к вам. Итак, организация БРИК была создана в 2006 году. На тот момент она объединяла всего четыре государства. И, собственно, эти четыре государства дали ей название по первым буквам с этих стран. То есть это Бразилия, Россия, Индия и Китай. И за долгие годы, то есть 18 лет уже прошло, в этом году 18 лет организация отметила, эта организация расширилась всего на одного члена. Это Южная Африка. Ну и, соответственно, из БРИК превратилась в БРИКС. Но при этом последние пару-тройка лет очень сильно вырос международный интерес к этой организации. И мы видим, что в этом году сразу четыре новых государства присоединились. Это Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Более того, совсем недавно президент России, который в этом году, напомню, председательствует БРИКС, заявил о том, что на данный момент аж 34 государства еще высказали желание так или иначе расширять сотрудничество с БРИКС. Как вы считаете, чем вызвана такая большая популярность этой организации в последний год? И вот чем этот скачок спровоцирован? Ну, на самом деле, создание региональных, а сейчас уже таких глобальных блоков, которые объединяют себя страны, этот тренд начался относительно недавно. И связан прежде всего с тем, что существует достаточно большая потребность в реализации наднациональных, региональных, глобальных интеграционных, эффективных интеграционных процессов. К сожалению, текущие форматы, такие как G7, такие как даже тот же ООН, который должен был, в принципе, помогать в объединении и в экономическом, политическом, в принципе, служить объединению экономическим стран, основным своим потребностям и целям не дает возможность достигнуть этих целей. Причина в том, что тот же самый ООН неэффективен во многих моментах, связанных с тем, что приходится принимать вопросы к консенсусам. Другие страны, такие как, например, G7, это такие закрытые клубы, которые даже мало принимают кого-либо в свои члены. Поэтому, например, даже президент Турции Эрдоган в своих выступлениях неоднократно говорил о том, что мир – это не только G7, это не только Совет Безопасности ООН, а еще и так называемый Большой Юг, который, в принципе, на сегодняшний день, это, наверное, процентов 70 населения мира, объединяет в себя на сегодняшний день крупнейшие экономики мира. Китай, по разным оценкам, в ближайшее время станет вообще экономикой номер один, вернется на свою позицию, когда он был в 17-18 веке, самой большой экономикой в мире. То есть существующие наднациональные объединения, региональные, международные, не удовлетворяют потребностям растущего, развивающегося мира и потребностям глобального юга. И вот БРИКС, та же самая отдушина, назовем ее так, которая позволяет реализовывать все эти интеграционные процессы. Конечно, не надо преувеличивать роль БРИКС сейчас, там есть очень много еще противоречий, вопросов, и много возможностей и неполученных выгод, которые все еще недополучены от интеграции. Но в целом эта интеграционная платформа выглядит более перспективной, сравнивая со всеми остальными существующими. В первую очередь потому, что в нее включаются те страны, которые не претендуют на глобальное лидерство, и в них посреди этих стран нет какого-то одного или двух гегемонов. Все страны стараются быть равноправными членами, партнерами, прислушиваются к потребностям друг к другу. И именно поэтому интерес к этому объединению растет. Было сказано, что 34 страны изъявили интерес, а в общем подали заявки 40, из них 6 было принято, Эфиопия, Саудовская Аравия. И, соответственно, мы как Азербайджан тоже находимся, как минимум уже находимся, подали заявку на членство, как кандидатство. Турция подала вот недавно. То есть это показывает то, что интерес к таким наднациональным объединениям, как БРИКС, растет. И именно потому, что существующие другие механизмы, которые должны были эти потребности удовлетворять, то есть интеграции, возможности лучшего объединения, к сожалению, эффективно не работают. Я думаю, по поводу присоединения Азербайджана к БРИКС мы еще подробнее поговорим сегодня. А сейчас, Вархан Мелем, хочу к вам обратиться и поговорить о заявке Турции. Уже такая заявка подана о присоединении Турции к БРИКС. Вообще БРИКС очень часто представляют как такая альтернативная организация организациям Запада. Действительно, в БРИКС входят страны глобального юга. Это объективный факт. Но при этом Турция является достаточно важным участником в том числе и западных организаций. Ну, хотя бы НАТО, как минимум. Вторая армия в НАТО – это именно Турция. Да и экономические связи с Турцией, с Западом достаточно тесные. Как вы считаете, то, что сейчас Турция проявила интерес к БРИКС, значит ли это, что внешнеполитические, внешнеэкономические ориентиры Турции меняются? И сейчас Турция переключается с Запада на Восток? Или все-таки здесь какие-то другие причины? Ну, турецкая внешняя политика сейчас опирается на многовекторность. И как бы с этим нужно, здесь думают, что нужно участвовать во всех международных организациях, конференциях. И участвовать в этом. То есть Шангайская организация, это БРИКС. Участвовать, быть в связи с ними. Таким образом расширять отношения не только с западными странами, также, как уже отметили, глобальным югом, глобальным севером. Но пока что Турция в данный момент не член Шангайской организации ШОС или БРИКС. Она подала заявку на БРИКС. И БРИКС, как бы, это часть многообъектовности. То есть это не означает, что Турция уходит от евроатлантической интеграции и для союза СССР. Тут часть Европы, очень хорошее отношение к Европейским союзам. То есть хорошие экономические отношения. Конечно же, есть политические проблемы. Но, с другой стороны, есть глобальные вопросы, с которыми надо и обсуждать страны МРИКС, не только евроатлантическим союзникам. Например, кризис в Сирии. Мы видим, что здесь есть реальные проблемы с западными союзниками. И наоборот, с Россией получается диалог. И китайский шелковый путь. В этом Турция очень заинтересована. И она хочет участвовать в этих организациях. Но пока что непонятно также и будущее. МРИКС, как она будет расширяться. Нет конкретного, так скажем, такого-то устава понятного, как можно стать членом МРИКС. Что требует, какие факторы важны. То есть там нет такого, что член НАТО не может быть участником или членом МРИКС. Поэтому Турция воспользуется этой ситуацией. Но какая будет реакция со стороны МРИКС? Мы это увидим на новой встрече лидеров. Пока что пригласили Раджи Птайвердулана. И президент Азербайджана тоже будет участвовать в России в этой конференции, встрече лидеров. Но как она будет расширяться? Это будет PLUS, или PLUS, Турция, или PLUS, BRICS, и PLUS новые члены. То есть пока что непонятно. А для Турции развивать глобальным югом отношения очень важно. И сейчас это отношение расширяется по экономическим коридорам. Особенно через Ирак и Ближний Восток. И средний коридор в этом контексте тоже очень важно. Посмотрим. То есть пока что непонятно, как эта организация будет расширяться. И насколько она заинтересована брать членов страны Турции. Турал Малим, вновь вопрос к вам. Хотелось бы подробнее поговорить о присоединении Азербайджана к BRICS. Потому что наша страна тоже уже подала заявку. На ваш взгляд, для чего это нам нужно? Что это может нам дать? И еще хотелось бы посмотреть на этот вопрос с той точки зрения, что ведь наш главный экономический торговый партнер многие годы – это Европейский Союз. Именно Европейский Союз является главным покупателем нашей продукции. Технологии тоже приходят с Запада. У Запада основные технологии сейчас в мировом масштабе. Как вы считаете, не помешает ли вступление нашего BRICS нашему сотрудничеству с экономиками Европейского Союза и вообще западных стран? Я в первую очередь хотел бы отметить, что вступление BRICS не должно противопоставляться каким-либо вообще другим блокам. То есть BRICS – это, прежде всего, экономический блок. Основные цели – это реализация интеграции в экономическом масштабе, в основном с точки зрения экономики, с точки зрения развития, цифровой экономики. Каких-либо политических амбиций на данном этапе, по крайней мере, BRICS не преследует. И является в этом смысле более интересной для вступления в блок, чем какие-либо другие блоки, которые также требуют политических и прочих военных, например, каких-то координаций. То есть на сегодняшний день целями BRICS в основном являются экономические и интеграционные в части реализации различных проектов, связанных с зеленой энергетикой, с цифровым переходом, для некоторых стран важна еще до сих пор индустриализация, помощь в экономическом развитии друг к другу. Всегда включается как экономическая, так и торговая интеграция. Что же касается нашего взаимодействия с Евросоюзом, то я бы сказал следующим образом. Взаимодействие с Евросоюзом у нас в основном в энергетическом секторе. И мы экспортируем нефтегаз, импортируем технологии. Здесь у нас стратегическое партнерство с Евросоюзом в области нефтегаза. И противопоставлять вступление в BRICS какому-либо нашему взаимодействию с Евросоюзом я бы не стал. Это полностью дополняющее друг другу, абсолютно не противоречащее друг другу. Два направления. То есть направление взаимодействия Азербайджана с Евросоюзом сулит нам только выгоды. Мы взаимодействуем со многими странами Евросоюза, имеем стратегическое партнерство с многими странами Евросоюза, включая Италию, Венгрию и многие другие страны. Работаем с различными структурами Евросоюза, имеем договора о трагическом партнерстве в сфере энергетики. И продолжает расти наше взаимодействие. Мы импортируем оттуда технологии, никаких либо таких сложностей в этом направлении. По крайней мере, на данном этапе я экономических последствий от вступления BRICS не вижу. С другой стороны, не забываем, что за последние годы максимально быстро растет. Самый большой темп роста показывает внешнеторговые обороты со странами BRICS. У нас очень быстро вырос за последние годы внешнеторговый оборот с Китаем. Если Турция вступит туда, то, конечно, Турция тоже является одним из наших партнеров в экономическом торговом смысле. И с ними тоже растет, и активно растет, с России растет. Со многими странами BRICS, за исключением Индии и Южной Африки, в основном, и с теми странами, с кем мы собираемся, и которые уже вступили, будут вступать туда, со странами залива, наше экономическое взаимодействие только растет. И возможности там тоже достаточно высоки. То есть с Китаем, как в области импорта различных технологий, так и возможность импорта различных продукций и машиностроения. И так и с другими странами. То есть в целом я не вижу сложности для Азербайджана. Это не тот случай, что мы вступили в какой-либо политический блок, который запрещает нам вступать в другие политические блоки. Это перепрессивый экономический блок, сориентирован на сотрудничество. У Азербайджана сейчас с Евросоюзом выстроено отличное взаимодействие, деловое сотрудничество. Нам там усиливать сильно взаимодействие и не надо. То есть достаточно на пике мы и находимся. Будет расти органически. Но взрывной рост идет как раз-таки со странами глобального юга. А БРИКС может быть хорошей платформой для того, чтобы обеспечить, относительно, скажем, упростить процессы экономического торгового взаимодействия. Вот в этом смысле вступление в БРИКС для нас стратегический приоритет. Урхан Малим, вновь вопрос к вам. И вопрос такой. Ведь БРИКС уже на сегодняшний день объединяет достаточно разные государства и по своим внешним интересам, и по объемам экономики. Зачастую это даже какие-то конкурирующие государства, даже с не очень хорошими отношениями. Но взять, допустим, Иран и арабские страны, которые сейчас присоединяются. Взять Китай и Индию. И сейчас мы видим, что организации еще больше расширяются. Причем двери БРИКС, по сути, открыты для всех. Это не как в Евросоюзе, где нужно выполнить какие-то требования, нужно довести свою экономику до каких-то норм для того, чтобы присоединиться. Вот, допустим, говорят о том, что еще одна страна, которая на днях объявила о своем желании, это Мьянма. То есть, если сравнивать, допустим, Китай и Мьянму, конечно, объемы экономики несопоставимы. Как вы считаете, не затруднит ли это работу этой организации, не сделает ли это особенно сложным принятие каких-то решений и каких-то единых документов? Орхан Малим, звук, к сожалению, мы не слышим. Что-то у вас проблемы со звуком. Мы, к сожалению, вас не слышим. Международные отношения сейчас к кризисной ситуации. Проблема в том, что в самом системе, в которой она сформировалась после Янтинской конференции, это ООН, это Хельсинская комиссия, процесс Хельсинский, ОБСР, она сейчас не может представлять интересы новых развивающих стран глобального юга. И процесс происходит, то есть сама система, она не реформируется. Она должна реформироваться, чтобы пошел процесс демократизации международной системы. В данный момент в этом проблема. То есть очень активно обсуждается и реформа ООН, и создание новой Хельсинской комиссии, новой архитектуры безопасности. И в данном моменте такие страны, как Турция, то есть региональная держава, или новые мировые, так скажем, развивающие страны, Индия, они ищут способ представления, презентации себя. И они хотят, чтобы они тоже участвовали в решениях международных проблем, чтобы у них тоже было голоса. Но, как вы знаете, он представляет, то есть члены ООН 5 стран, которых есть в ВЕТО, и других 20, которые часто меняются, как это было сейчас. То есть у них проблемы, то есть нету, у них возможности представить свои интересы. Поэтому БРИКС сейчас, в данный момент, представляет для этих стран как протест на данную статус-кво, которая существует в международных отношениях. Это как протест. Например, Саудовская Аравия, которая хочет участвовать в БРИКСе. Мы же знаем, что Саудовская Аравия, она очень хорошая в связи с западным миром. Но все равно она хочет. То есть это тоже в какой-то момент протест. Протест на статус-кво. Пока что БРИКС в данный момент представляет как организация платформы протеста. И также показывает то, насколько глобальный Юг хочет реформировать данную систему международных отношений. Поэтому она остается как платформа. Потому что никто пока не знает, как будет реформироваться международная система, какая будет архитектура новой безопасности Евразии, Европы, Азии. То есть пока что мировые державы не договорились в этом. Но создается такой протестный блок, как БРИКС или ШОЦ. И в этих организациях стран, как Турция, Иран, Саудовская Аравия, то есть региональные державы, Индонезия, Малейзия, показывают свой протест, что они не участвуют в этом. И также как бы меняется архитектура мировой политики от однополярного к многополярной. И новая система после украинской войны, может быть, после сирийского кризиса, будет какая-то там новая ялтинская встреча. И страны такие, как региональные, хотят участвовать в этом. Они не хотят, чтобы только Китай, Россия, Британия или Франция, Синдзионные Штаты участвовали. Например, такая страна, как Бразилия, не может свои интересы показать ООН или Индия. То есть они не члены Совета Безопасности. Пока что-то протест продолжается. Для меня БРИКС – это протестный саммит, протестная платформа. Потому что она пока что не смогла дать мировой системе, мировое сообщество, какой-нибудь новый проект, новую мировую систему, новую архитектуру, как она будет строить новую архитектуру. Как будут представлены интересы глобального юга, глобального севера. Поэтому мы находимся, как англичане говорят, в пивотном моменте. То есть в переходном моменте, в очень важном переходном моменте. И мы живем в данном моменте. И главное здесь, чтобы не произошла мировая война. Чтобы обсуждая страны, решили, как дальше будет развиваться новая система. И как она будет строиться. Могу вот так коротко ответить. Турал Малим, вновь вопрос к вам. Но вот Урхан Малим оценивает БРИКС как протестную платформу, протестный блок. Действительно, такие оценки достаточно часто можно встретить и в русскоязычных СМИ, и в западных СМИ. Очень часто БРИКС представляет это как новый центр силы. Что это как антипод таким организациям, как Большая Семерка, как НАТО, как ЕС. Как вы считаете, насколько это соответствует действительности? Действительно ли это вот та организация, которая может противопоставляться западным организациям и перетянуть на себя какое-то мировое влияние? Ну, прежде всего, наверное, БРИКС это платформа, которая объединяет с возможностью выражать свою позицию. То есть на сегодняшний день нет таких платформ, которые могли бы для стран глобального юга однозначно объединенную позицию высказывать. И эти позиции, к сожалению, то есть справедливого паритета в этом глобальных международных, национальных, супранациональных структурах не наблюдается. Если не произойдет какое-то изменение, то, скажем, я тоже соглашусь с тем, что определенная часть того, что основной причиной создания БРИКС стало несправедливое распределение голосов даже, да, глобального юга, репрезентативно глобального юга в международных структурах, наверное, это будет, скорее всего, правдой. Но, несмотря на это, есть определенные возможности для того, чтобы эта платформа не была только платформой, где выражается мнение, но еще и возможности и инструменты для того, чтобы то или иное мнение и решение исполнять. То есть пока на данном этапе есть определенные, скажем, цели, которые поставлены перед БРИКС и определенные инструменты, которые уже были реализованы. Такие как, например, создание, в принципе, таких же инструментов, как и у того же Всемирного банка Международной финансовой корпорации. То есть создание фондов, которые будут реализовывать проекты для стран БРИКС для достижения тех целей, которые на сегодняшний день существуют. То есть здесь говорится прежде всего про то, что несколько целей экономических целей, целей экономического сотрудничества, целей, связанных с интеграцией финансовых систем, целей, связанных с интеграцией реализации проектов по энергетическому переходу, цифровому переходу и вообще улучшению в целом основная цель была, одна из целей, основных целей БРИКС заключалась в том, чтобы улучшить социально-экономическое благосостояние жителей стран БРИКС изначально, когда она создавалась. Прошло уже 18 лет. Как вы считаете, смогли хоть частично добиться целей? Ну, например, Китай смог. В сравнении с тем, что было 18 лет назад. Но это, наверное, не благодаря БРИКС? Конечно, нет. Но я по-другому еще бы отметил, что говорить, что это благодаря БРИКС произошло, конечно, неправильно, но БРИКС был той самой платформой, с помощью которой Китай смог объявить об этом во весь мир, что в глобальном юге это есть проблема, и эту проблему надо решать. Решил он сам. Например, та же Индия не смогла бы обеспечить еще этот переход. Но это уже частности. Но в целом, как я изначально говорил, на сегодняшний день инструменты, созданные для интеграционных проектов внутри БРИКС, они новы. То есть в 2018 году начали задумываться о том, а что со всем этим делать. То есть говорить о результате пока еще рано. Но как 18 лет назад, так и сейчас платформа, на которой поднимаются вопросы и пробует найти решение, уже существует. Поэтому в целом я бы не относился, как правильно было отмечено, к БРИКС как к противопоставлению крупным блокам. Это не противопоставление НАТО, здесь нету, скажем, военной составляющей, это не противопоставление ООН, здесь нету, скажем, крупной политической составляющей. Есть определенная координация, не более того. Это платформа, которая позволяет добиться взаимных достижений цех целей, которые дают взаимный интерес всем странам. То есть здесь есть те позиции, по которым, например, логистика, объединение по срединному коридору, например, энергетический переход. То есть все эти вопросы, они интересны всем. Цифровой переход, социальное развитие. То есть все эти вопросы, обмен студентами, например, тот же самый. Все эти вопросы ни у кого не вызывают никаких противоречий. Для всех интересны. И на этих платформах можно встретиться, обсудить возможные интеграционные проекты. И уже сейчас, последние несколько лет, найти возможность для финансирования, используя эту платформу. Почему бы нет? Урхан Малим, вновь вопрос к вам. Хочу напомнить, что в рамках БРИКС неоднократно за время существования этой организации поднимался вопрос о введении единой валюты. Ну, пока какого-то прогресса в этом вопросе мы не видим. Но, тем не менее, если посмотреть на будущее, как вы считаете, насколько вероятно введение такой валюты вообще? Каковы перспективы такой валюты? Особенно с учетом того, что БРИКС сейчас интенсивно расширяется. Ну, откуда сказать, нет такой реальности. Это немножко идея. Для пресса может быть увлекательная, но нет такой перспективы. То есть в данный момент мир борется, то есть глобальный юг, БРИКС, это азиатская часть мира, она борется с долларизацией мировой экономикой. То есть это долларизация, долларизация, или как это будет. Она начала в 1970-х годах. И до сих пор в мире все решается в долларах. В каком-то сегменте, конечно же, евро тоже играет какую-то роль. Юэн или РНБ, китайские деньги. То есть они тоже начали. То есть в данный момент мир хочет выйти от центральной системы Нью-Йоркской биржи. Или, как сказать, долларизации мировой экономики. Потому что, когда вы ведете торговлю с долларом, вы попадаете в центральный банк, американский банк. И в любой момент могут вас в чем-то обвинять, потому что вы используете американскую национальную валюту. И когда ставят, так сказать, блокады, закрывают связи, банковские связи, у вас в экономике начинается кризис. Поэтому БРИКС, чтобы обходить страны БРИКС, чтобы обходить политическую эмбарго Соединенных Штатов, которые налаживают на страны, в которых они не соглашаются. И обходить все эти, нужно создать новую, так скажем, мировую банковскую систему. И пока что это не только не получается в БРИКС, и не получается Европы. Пока Европа долгое время, после того, как во время Барака Обама подписали мирный договор с Ираном, то есть атомную сделку, потом, когда Соединенные Штаты во время Трампа вышли из этого соглашения, Европа хотела какую-то экономическую связь создать с Ираном. Но у нее не получилось это. И здесь главное то, что будет ли демократизация также, денежная демократизация, финансовая или нет. Потому что эти страны недовольны, Китай недовольна, потому что американцы ставят всегда разные санкции. Потому что в мире пока что не получилось создание новых торговых соглашений. У каждого есть свой блок, ОСИАН, трансатлантические или европейские таможенные финансовые соглашения. У каждого региональной организации получаешь свой, но у них нет банковского связи для торговых. РИКС просто дело в том, что РМБ, тайские деньги, Марк, она будет ли играть в мировой экономике важную роль через 10 лет, через 20 лет? Я думаю, что Китай этого добивается, а не создание общей мировой валюты. И у каждого страны, у каждого страны вот этих РИКС, есть свои национальные интересы. И их национальные интересы, это то, что их деньги используются в торговле. Потому что это усиляет экономику, внутреннюю экономику страны. Например, в Турции, в России есть проблемы в торговле, получении, оплачивании деньгами. Потому что они тоже использовали доллар, а сейчас хотят на национальную валюту оплачивать. Но высокая инфляция, война, все-таки эти национальные деньги зависят от рынка доллара. Вот очень много проблем есть в мировом экономическом системе. И она поменяется ли, поменяется ли сама неолиберальная система. Потому что система, в данный момент, в которой она строилась, началась строиться в 1090-х годах. Потом уже Вашингтонское соглашение в 90-х годах. И расширение неолиберальной политики, она пока что в кризисе. Но в данный момент нет другого альтернативной системы. И никакая страна не принимает серьезные решения, чтобы пойти на это. То есть Евросоюз пока что зависит от американской экономики. Китайская экономика зависит от американской экономики. Вся вот эта мировая экономическая система, она зависит от Соединенных Штатов. Доллар продолжает оставаться главной мировой валютой, хотя его влияние в мировом масштабе потихонечку сокращается. Орхам Малим, к Вам хочу обратиться. Последний вопрос уже будет к Вам. Каково Ваше мнение по этому поводу? Может ли БРИКС способствовать тому, что будет этот процесс дедолларизации усиливаться в мировом масштабе? Если не за счет ведения какой-то единой общей валюты, то хотя бы за счет продвижения национальных валют этих государств. Потому что этот вопрос тоже очень часто поднимается, обсуждается, чтобы хотя бы в рамках БРИКС использовались национальные валюты. Видите, Вы тоже задали вопрос предыдущий, что за счет БРИКС улучшилось благосостояние в Китае. Примерно то же самое происходит с дедолларизацией. Дедолларизация – процесс естественный, он происходит. Правда, не такими темпами, как видится и показывается на многих СМИ. Но определенное снижение доли доллара в мировой торговле за счет увеличения той же самой китайской валюты, на сегодняшний день уже этот процесс идет. Также свою роль сыграли, конечно же, санкции. И говорит о том, что сыграла ли роль БРИКС в дедолларизации. Я бы сказал, она сыграла прежде всего ту роль, что она подняла этот вопрос, она обсудила. То есть это еще одна площадка, где этот вопрос можно обсудить. Обсудить и придать этому вопросу значимость. А если вопрос обсуждается и ему придается значимость, соответственно, мировые правительства, тех стран, которые входят в БРИКС, может быть и другие страны тоже, прислушиваются и начнут в этом направлении работать. Одной из целей БРИКС является не только экономическая интеграция, но еще и цифровая интеграция. И вот там, в этом направлении, я лично считаю, что если спросить у меня, что может сделать БРИКС для того, чтобы снизить зависимость от доллара, вопрос цифровых валют, наднациональных каких-то валют, которые можно было бы создать для членов БРИКС, может быть, других стран, потенциально возможен. Перспективы, скажем, наднациональной цифровой валюты я лично верю с трудом, может, через 30 лет. Но вот именно работа в области цифровых активов, вот это то направление, на которое, наверное, надо обратить внимание на уровне БРИКС, для того, чтобы ту самую зависимость от доллара потенциально снизить. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Турал Гаджиев, экономист, партнер компании «Делойт». А по видеосвязи из Турции к нам присоединялся Орхан Гафарлей, доктор политических наук университета Анкары. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о расширении БРИКС и о том, что присоединение к этой организации даст Азербайджану. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова